Но является как бы, как ликер он тут называется, или там хапочу. Вот, то есть такая штука, она как бы по вкусу немного напоминает пиво, но не пиво. Но вот это уже пиво. Такие вот премиум мальцы. Хотя... А, написано L. Вот, L. Но, как вам сказать, за 208 йен... Не, это тоже не пиво, но это тоже все пивные напитки. То есть пиво начинается там от 250 и выше. Так, давайте посмотрим. Вот здесь вот оно начинается. Валадимик. Так, где, где, где? Это тоже не оно. А, вот, вот здесь вот. Вот это уже пиво. Вот 245. Ну, в обычном магазине оно стоит 280, 270, 280. А в Дон Кихоте оно стоит чуть подешевле. Ну, плюс налог, здесь вот не написано, да? Конечно, и написано плюс налог. Это будет как раз 260 оно, 270. Вот, пожалуйста. Но единственное, что мне еще нравится в Дон Кихоте, они продают помимо обычного, вот, японского пива, да? Заграничное. То есть вот там вот. Вот, вот такое вот. Видите? Человеки берут Ливен Браун. Что-то Бадвайзер. Бас. Ммм, вот классное пиво. И вот такое любит, ведь, Паулайнер немецкое. Грольщ так себе. Что-то пробовал. Бадвайзер тоже так себе. Американское вообще пиво, оно такое, как мексиканское все легкое, вообще ни о чем. Вот это белое пиво, ну, это ли полубелое пиво, да, немецкое. Паулайнер, к примеру. Вот это классная вещь. Вкусная. Типа как нефильтрованная пшеничная. Разные еще есть. Разные коктейли здесь тоже идут. Самый популярный в Японии коктейль это вот типа Стронг или же... Что тут у нас есть? Ну, такие вот, типа Чухаи, как они называются. Ну, это просто Кирин, Санта. Да, Кирины, да, идут. А есть Чихаи еще такой, он тоже дешевый. Вот, вот эти вот лайчи, вот вкусная штука. Такая вот сладкий тоже коктейль. Они, кстати, в России я их не видел, ну, в продаже. Но если так их брать, они такие сладкие. Красная вещь. Ну, вот ликер, вот, самый популярный в Японии, это вот Качус, это черная смородина. И апельсиновый сок, Качусо Оранжи он называется. Тоже самый популярный коктейль, наверное, в Японии. Ну, всякие тут, да, ликер уже продается, Калуа, там это кофейный ликер. Вот раньше, когда я работал барменом, тоже популярно среди японцев было вот Калуа и молоко. То есть там наливаешь где-то одну часть Калуа и две части молока. То есть и в этот, в стакан с этим, как его называется, с таким року, в стакан, рок. Ну, вот Куантро, апельсиновый, вот Куантро, апельсиновый ликер. Или Гранд Марьен, тоже апельсиновый ликер. Но Гранд Марьен вкуснее, чем Куантро. Ягермейстер. Ягермейстер, то есть, тоже классная вещь. Прям с фритбулом. Хорошо прям идет. Вот даже вот в шейкере, что ли, когда селит, просто сделан под вид. Малибу, Бейлист. Ну, все самые популярные такие коктейли. То есть джин, там вот снизу идут эти, это как его, как она, блин, называется-то? Все забываем. Чинзану-то. В общем, забыл название. Ладно, если важно. Я просто его не часто пью, поэтому вообще не пью, можно сказать, так. Ну, это девушки любят в основном вот эти всякие чинзана или еще там есть какие-нибудь варианты. Вот, красный, белый вермут, вермут, вот, называется. Бактарки и так далее. Ну, тоже, да, классно здесь можно есть из чего выбрать. Сыры, вот тоже, кстати. Мне в Японии, конечно, не очень нравится то, что нет копченых сыров. Очень мало копченых сыров. Ну, то, что есть, можно взять из того, что есть, к примеру, вот плавленые сырки, хорошие. Филадельфия, неплохо все. Также есть с этим самым вот сладкие сыры. То есть я, не знаю, в России таких не встречал, тут с этим, с черникой и сыры. С черникой, вот, с ананасом, ананас и морковь. Сыр. Там также пицца замороженная продается. Молоко. Вот молока здесь много, а вот кефира мало. А кефира вообще здесь нет. Вот в одном магазине мы нашли там кефир продавался. Он стоит 300 йен за литр. Ну, дороговато, конечно, но зато вкус натуральный. Молоко где-то 100 йен, где-то 100-120. Средняя цена. Также вот с этой стороны там разные продаются. Клеп там. Лапша быстрого приготовления. Лимонады. Арбузы. Вот, кстати, арбузы дешевые здесь стали. Мы такой арбуз видели. Тысячи за две продавался в этом нашем местном. 21 дюйм. Или сколько? Не, 21 размер. Он сразу же с 21 написан на арбуз. Стоит 1000 йен. Ну, плюс налог 1080, наверное, будет стоить. Персики, конечно, дорогие. Но если большие, если маленькие брать. Тем большие тоже, кстати, не очень дорогие. За 300 йен все. Йогурты. Ну, самый популярный вот этот йогурт. Он, скажем так, безвкусный. Туда можно что угодно добавить. Фрукты, овощи, сладкое там, что-нибудь. Сахар. И будет классный завтрак. Замороженные продукты. Вот. Это у нас что это у нас? Манго. Да, это манго такие. Роял здоровые. Ананасы. Я тогда ананас где-то раза в полтора больше. Этого купал за 100 йен. А это 250 стоит. Картошка 100 йен. Ну, так же, как у нас там в этом магазинчике около нас продается. Летос. Это вот салат. Вести салата. Морковь. Да. Киви. Так, то есть, такие же. Примерно цены, какую в России. Конечно, килограмм картошки у нас стоит дешевле гораздо. И капусты тоже стоят дешевле. Примерно, вот. Капуста. Вот. Вилок стоит 188-190 рублей. За такой вилок. То есть, это очень дорого. Ну, а помидоры вот стоят где-то. Такая упаковка, считай. Там грамм 400, наверное, где-то. Ну, 350-400. Стоит 90 рублей. Ну, 100 рублей практически. У нас в России 50 рублей килограмм. Ну, там 80 рублей килограмм есть еще. Можно за 50, на тебе, я видел. Большие вот помидоры. Стоит 380. Овощи. Есть овощи дешевые в Японии. А есть овощи там, пипец, как дорогие. Грибы. Вот, кстати, хорошие грибы. Это с картошкой жирой. Как маслята идут. Или, а точнее, не маслята, а опята. Куты, оксидоны. Ну, всякая зелень. Ну, зелени, да, здесь дофига разные. Ну, вот. Вот хоренция, это их непопулярная. Она особо не имеет вкуса. Она такая обычная. Ну, и всякие вот колбасные, мясные изделия пошли. Вот классная вещь. Но дорого. 300 йен. Вот такой кусок вот за сколько там грамм. 100 грамм. Ну, может быть, около 150 грамм. 300 йен стоит. Нареговато. Или вот курица, грудка. 43 йены за 100 грамм. То есть, 430 йен за килограмм. Фарш. Пожалуйста, уже готовый фарш. Ну, чтобы не покупать. Ну, в принципе, это как в России везде. 88 йен за 100 грамм. Достаточно дешево. Свинина. 166 йен за 100 грамм. Это дорого. Я брал за 88. Говядина. К примеру, вот. Вот мраморная говядина. 490 йен за 100 грамм. Дороговато. Вот тоже. Мраморная говядина. 490 йен за 100 грамм. Уже дороговато. Ну, это обычная говядина. Такие для стейков. Берут люди. Или вот, например, тут. Печень. Ну, всякие там эти. Потроха. Ну, все, в принципе. Что тут у нас еще показать там. А, ну, также в Дон Кикоте есть и кухня. Вот там вот видно ее. Они также готовят. У нас есть несколько магазинов в моем городе, которые также готовят. Можно взять уже готовые. Вот, пожалуйста. Чтобы не заморачиваться, что-то не готовить. Берешь, разогреваешь просто все. Или вот здесь отдельно набираешь себе. Очень удобно, кстати. Это вот в сладком соусе. Типа такие палочки с зажаренными. Там курица или там. В основном курица, там, или овощи немного есть. Вот такие корзиночки с овощами и с фруктами есть тоже. Очень удобно. Берешь такой за 300 йен. И там микс из фруктов. Очень классно. Мороженое. Вот самое популярное в Японии. Такое достаточно вкусное мороженое. Такое вот. Будьте в Японии, обязательно попробуйте. Достаточно хороший вкус. И вот с печеньками тоже хорошее. Всего 100 йен стоит. Ну или для тех, кто любит побольше, вот, пожалуйста. Упаковки по 6, по 8 штук. Там по 16 есть. Есть вот даже килограммовые, такие 2-х килограммовые пачки. Удобные чипсы. Там всякие сладости. Ну, конечно, я знаю, там, многие приезжают в Японию, вот, идут вот за этими сладостями. Там разные продаются. Вот, рекомендую тоже. Вот такая вот штука. Очень вкусный, типа виноград. Там ешь, он прям как натуральный. Или вот черника, вот, вот такие вот конфеты. Там черника земляника. Там в основном мармеладки, там всякие конфетки. Для детей про вообще шип. Вот, вот, или вот такая вот что-то, то есть, леденцы. Шоколад. Шоколад, конечно, немного дороговатый. Вот, видно, да? Такая вот за 100-граммовая упаковка стоит уже почти 200 йен. То есть, это где-то 100 рублей. Кофе вот там вверху, вот, кофе. Оливковое масло и так далее. Ну, вот, в принципе, и все тут, что можно еще тут. Много, можно много, долго ходить. Я и так уже, в принципе, достаточно долго наснимал. Ну, соевый соус, конечно, выбор, конечно, в Японии, это просто пипец. Видно. Вот, вот это все соевый соус. Вот, вот эта вся половина. То есть, ну, и уксусы. Так что, вот такие дела. Ну, вот и все, в принципе. Я уже тут полчаса снимаю. Блин, надо заканчивать. В общем, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. А я с вами вижусь в следующих видео. До связи.